Ребята, всем привет! С вами канал Будда Кришна. Вчера произошло трагическое событие. В аэропорту Шереметьево на полосе наполовину сгорел самолет Сухой Суперджет-100. Он, по-моему, дальше горел до самого конца, но приземлился он, я уже снимал видео об этом, уже горящим, как говорят, я вчера смотрел свидетелей. Он уже загорелся в небе, хвостовая часть. Пилоты действительно герои, потому что они посадили совершенно горящий самолет. Он уже горел, он катился по полосе, когда он горел. И у меня, вы знаете, у меня возникли такие вопросы, потому что передавали данные разные. Сначала 4 погибших, потом 13, где-то опять писали 4, где-то еще как-то. И я все думал, думаю, если половина самолета горит, когда он катится по полосе, то как может быть погибших из 78, по-моему, человек, которые были на борту, да, поправьте меня, если я не прав. Значит, просто я выписал достаточно большое количество фактов, провел анализ специально, и я могу ошибиться в каких-то цифрах, вы меня поправьте. Значит, я думаю, если половина самолета горит, вы можете представить, это пластик, это обшивка, это проводка, это химическая вот эта вот вся вещь, это угарный газ, очень ядовитый. Как могут люди сбиться там с этой половины горящей в ту половину, где не горит, там тоже люди. И, в общем-то, мои предположения оправдались, потому что только в 00.34 официально следственный комитет сообщил, что погиб 41 человек. 41 человек, то есть подавляющее большинство. Значит, что самое главное? Самое главное, что эвакуацию проводили очень профессионально бортпроводники. Одного бортпроводника до сих пор найти не могут. Это парень, к сожалению, это бортпроводник Аэрофлот. Возможно, его тоже нет в живых. Сама обстановка, которая творилась там внутри, я, честно, даже представлять не хочу, что там могло происходить, потому что, вы сами понимаете, это если внешне смотреть страшно, то что там внутри происходило. Когда самолет остановился и выкинули трап надувной, люди стали выпрыгивать. Уже все об этом знают, уже проговорено, переговорено, что пассажиры, значит, которые сидели спереди, они начали брать ручную кладь, ну, понимаете, ты летишь, что-то ценное у тебя, там компьютер лежит, там еще что-то. Люди стали хватать сумки, чтобы что-то взять, вместо того, чтобы бежать вперед. Почему? Потому что они, видимо, я не знаю, как они оценивали состояние, в котором находятся вообще, в принципе, они и самолет сам. Но я думаю, там все заволокло дымом абсолютно, и специалист, профессионал, летчик, он говорит, что вероятнее всего, почему они долбанулись в летно-посадочную полосу, потому что это было задымление кабины. Но если было задымление кабины, то впереди люди, где сидели, они сидят за кабиной. Явно там было не свежачок, понимаете, там тоже было задымление. Но люди брали, успевали сумки и тем самым воспрепятствовали тому, чтобы люди, которые сидели сзади, покинули своевременный самолет. Жертв могло быть гораздо меньше. К чему я сейчас-то скажу? Это опять о нашей, о нашей, понимаете, вот здесь, что у нас. Скорее, если поезд в метро подходит, скорее надо зайти, я ведь, ведь я не успею, я не успею, понимаете. Самолет остановился, все встали быстрее, я уже вчера говорил об этом, все встали быстрее. Мы не успеем выйти, скорее надо, скорее надо, понимаете. Мы все плевать хотели, кто там, что там. Бабушку влево, инвалидов вправо, понимаете. Скорее я, скорее я. Скорее мне схватить свой там этот ноутбук злосчастный, понимаете. И правильно написали, что цена сумки твоей, это жизнь тех людей, которые погибли там, и они сгорели. Это чудовищный случай. Я хочу сказать, что я сейчас вам приведу факты некоторые, которые меня повергли в шок. И совершенно справедливо, я считаю, что самолет сухой Суперджет-100, провальный самолет российского авиафрома, который можно назвать самолет-убийца, который сделали для просто поднятия имиджа страны на международной арене. Якобы у нас есть свой узкофюзеляжный самолет, который летает и все такое прочее. От него по всему миру отказываются, от него отказываются повсюду, от него везде отказались, понимаете, в чем дело. И я вам сейчас расскажу, но я хочу сказать одно, что этот самолет-убийца, который продолжает летать в небе. И Росавиация не прекратила самополет этого самолета. Когда службы, я хочу сейчас отдельно сказать о службах, которые должны были заниматься тушением пожара. Я все думаю, почему пожарные из Братсбойтов, там, с какими-то со всех сторон, а будет, знаете, самолет садится, сразу все там пожарных машин, хрен знает сколько их. Это Шереметьево, огромный аэропорт международный. Я думаю, наверное, не тушили, потому что там люди внутри, да, может быть, там как-то, может быть, не знаю, я ведь не пожарник, мы разобьешь, может, иллюминатор, там воздух зайдет еще больше. Но там и так все уже горело, там какой иллюминатор разбить, там полсамолета уже горело, он развалился фактически. Нужно было тушить, проливать это все, понимаете, я не знаю, спасли бы тогда людей больше, не спасли, но если бы из Братсбойтов бахнули бы по нему как следует со всех сторон, возможно, может быть, его можно было бы потушить гораздо быстрее. Понимаете, вот это мое мнение. Где были эти пожарные, почему их там не было, почему он один-одинешник сел, прокатился горячий и стоял, и только три бортпроводника, из которых один пропал вообще без вести, понимаете. Без вести пропал в Шереметьево, на полосе взлетно-посадочных, в самолете, но это вообще как вообще? На глазах вот у людей. И смогли эвакуировать по этому, по этому, значит, трапу надувному людей. Это чудовищно, я считаю. Скорая, значит, работники скорой говорят о том, что они стояли готовые приехать, быстро заехать, их не пускали на территорию Шереметьево, понимаете. Я понимаю, что их не пускали, и я уверен, что это мое субъективное оценочное мнение, что первыми туда попали, значит, работники КБ Сухой, который производит, значит, Сухой Суперджет-100, и спецслужбы. Потому что, вы понимаете, это удар по имиджу страны. Потому что, вы когда знаете, вы произвели самолет, и так от него все отказываются, и так в мире знают, что это говно, а не самолет, понимаете, самолет-убийца. И тут собственных граждан, на Шереметьево, международное, это все, понимаете, сборная России по хоккею не могла прилететь в Шереметьево, потому что там невозможно было вылететь, они с задержкой летели, я вчера читал. А теперь я вам приведу некоторые факты. Значит, об этом самолете, для того, чтобы не голословно называть его самолетом-убийцей. И для того, чтобы вы понимали, что и как нас, значит, перевозят. После взлета, этот самолет летел по маршруту Москва-Мурманск, после взлета пилоты передали сообщение на Землю о том, что идут неполадки, и необходимо срочно вернуться в аэропорт, откуда они вылетели, то есть в Шереметьево. Собственно говоря, они только взлетели, и сразу началось. Официальная версия, говорят, что ударила молния, и т.д., и т.п., но один из пилотов говорил о том, что, говорил, сейчас уже он так не говорит, по ясным причинам, говорил, что, значит, там было возгорание электропроводки. Может быть это от удара молнии, может не от удара молнии, но тем не менее, послушайте, что я прочитал. Значит, последняя какая-то авиакатастрофа из-за удара молнии в самолет произошла несколько десятков лет назад в мире. Несколько десятков лет назад произошла последняя авиакатастрофа из-за удара молнии в самолет. Поэтому оправдывать вот эту вот ахинею не надо ударом молнии, понимаете, которая случилась с самолетом, который абсолютно, я еще раз говорю, самолет-убийца. И для совершенных, эксперты пишут, для современных авиалайнеров удар молнии вообще не является проблемой, абсолютно, абсолютно не является проблемой удар молнии в самолет. Понимаете, в чем дело? Сухой суперджет-100 это первый самолет, узкофюзеляжный самолет ближнемагистральный, который разработан в новейшей России в середине 2000-х годов, после уже развала Советского Союза. Это гордость, так сказать, авиапрома российского, наверное, такая же гордость, как космодром Восточный, где ракеты полетят только не в космос, а обратно на Землю падают. Значит, вместимость самолета от 98 до 103 мест и коммерческая эксплуатация началась в 2011 году. Это так чисто голые факты. А теперь слушайте еще дальше. Разработка обошлась в 2 миллиарда долларов этого самолета. В 2 миллиарда долларов обошлась разработка этого самолета. Это деньги налогоплательщиков, на секундочку, наши с вами. Еще в 5 миллиардов долларов обошлось строительство. Строительство самолетов, которые были запланированы к постройке. Значит, с 2003 по 2010 год на строительство было потрачено 16,9 миллиарда рублей. Понимаете, какое огромное количество денег потратили на строительство самолета убийцы, который просто уничтожил вчера заживо 41 человека. И если, знаете, какой-то падает самолет, действительно качественный, еще что-то там расследуют, куда-то погодные условия, здесь совершеннейшим образом я считаю, что это неполадка в самолете. Значит, в 2011 году финансирование прекратилось после получения, самое что интересно, сертификата летной годности. Об этом начали шуметь, финансирование снова дали. Видимо, маленечко что-то решили как-то попрекратить. Весна 2017 года, значит, признали в Министерстве транспорта, что налета у Сухой Суперджет-100 гораздо меньше, чем у иностранных конкурентов. Из-за чего? Из-за неполадок. Официально было признано, что из-за неполадок, времени налета у Сухой Суперджет-100 гораздо меньше, чем у иностранных конкурентов. Теперь дальше. В октябре 2018 года под каток, так сказать, Сухой Суперджет-100 больше всего попала авиакомпания Якутия. В октябре 2018 года, значит, рейс из Улан-Удэ, авиакомпании Якутия, Сухой Суперджет-100, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. У него отказали, была поломка, подломились, подломились, правильно, стойки шасси. И была, значит, сформирована, была сформирована комиссия, которая пришла от вывода, что это причина внешних факторов, но никак не конструкторских. Внешние факторы. Подломились стойки шасси, это внешние факторы. Значит, авиакомпания Якутия сообщает, что у них полное, извините за выражение, жопа началась именно после того, как они начали использовать самолеты Сухой Суперджет-100. Что директор по флоту авиакомпании Якутия Иван Винокуров сообщил, что из-за низкой исправности они провалили лето практически. Ну, провалили, имеется в виду, в коммерческом смысле. Значит, было выявлено, он сообщает, 33 случая, когда двигатель выходил из строя из-за именно конструкторских неполадок. Именно из-за того, что, значит, конструкторские неполадки были, понимаете? То есть, те неполадки, которые из-за того, что неправильно сконструирован этот самолет, он неправильно построен, неправильно сделан. Значит, BBC со ссылкой на свои проверенные источники сообщает, что один из авиаперевозчиков сообщил, что в их авиапарке Сухой Суперджет-100 это наименее безопасный в нынешнее время самолет в их флоте, который они стараются использовать очень-очень редко. Проблема Сухой Суперджет-100 это управление механизацией крыла, некорректной работы шасси, помните, да, надломились стойки, причина внешних факторов, и перебой в работе всех систем, всех абсолютно систем. Теперь дальше. Ноябрь 2018 года компания Brussels Airlines отказалась по причине поломок, частых поломок, и отсутствие перевода инструкции, внимание, на русский язык отказалась от использования Сухой Суперджет-100. Brussels Airlines, понимаете? Наши даже не смогли инструкцию по использованию самолета, значит, перевести, с русского, точнее, с русского перевести на требуемый им язык, понимаете? И из-за этого сорвали, это вот понимаете, какое качество чиновничьего аппарата и исполнителей, которые занимаются этим вопросом. Если у вас, это понимаете, насрать как надо вообще на бюджетные деньги, которые были потрачены, абсолютно на все. Передали самолеты, да, для использования Brussels Airlines, но не передали инструкцию. И те запрашивали неоднократно, и так ее и не получили. Это халатность, это преступная халатность. В феврале 2019 года, значит, ирландская CityJet, это единственная европейская авиакомпания, которая использует в своих полетах Сухой Суперджет-100, она прекратила лизинг этих самолетов в феврале 2019 года. Всего года. Почему? Значит, причиной причина это частые поломки. Причина частые поломки. Ну, наверное, о чем-то говорит, если европейские авиакомпании отказываются от эксплуатации этого самолета. И все ссылаются на одно и то же, и поломки все одинаковые, понимаете? Это нужно вернуть все документы обратно в КБ, в Конструкторское бюро, и по новой его сконструировать. Не разворовывая деньги, а нормально конструировать. Значит, немало хорошего наслужились об этом самолете и от латиноамериканских товарищей. Значит, компания Interjet, мексиканская, взялась, значит, тоже использовать эти самолеты. И в итоге, в итоге, компания Interjet крайне недовольна и сообщает, что у них частые поломки, нет деталей, нет запасных частей. Самое, что главное, пишут все, что нет запасных частей, нет деталей, не своевременной поставки, самолеты простаивают. Запчасти не получают вообще в принципе. Проблема с серийным производством запчастей для этого самолета. 4 из 22 самолетов компании Interjet, это самолеты Сухой Суперджет, они не летают, а просто используются новые самолеты, как самолеты для запчастей для других самолетов. То есть купили самолеты вы, например, 4, поставили у себя, потому что на них невозможно летать, и используете их на запчасти. Понимаете? А у нас вчера в Неме этот самолет перевозил пассажиров из Москвы в Мурманск. Вы можете вообще представить себе вот это, извиняюсь за выражение? И теперь самое интересное, Индонезия. 7 лет назад, 9 мая 2012 года, произошел такой случай. Значит, был показательный полет самолета, Сухой Суперджет 100, в Индонезии. То есть показывали красоту, так сказать, этого самолета, его прелести, его плюсы. И на борту было 45 человек. И он врезался в гору Салак на полете, показательном полете, где все должны посмотреть, иностранные инвесторы, и сказать, что угонит, что себе, какой самолет. Он врезался даже на показательном полете в гору Салак, и 45 человек, все погибли. Факторы человеческие. И как комиссия выразилась, послушайте только эти слова. Это не ошибка человека, но человеческий фактор. Это на Жванецкого уже больше похоже, а не на выводы комиссии. Дальше, 11 февраля 2018 года в Подмосковье Ан-148 саратовских авиалиний потерпел крушение, погиб 71 человек. Проблемы были с обледенением крыла, и как выяснилось потом, такие же точно проблемы существуют, и у Сухой Суперджет-100 с обледенением крыла. То есть, и из-за этого он тоже может упасть, или что-то с ним может случиться. Но Росавиация, исходя из вчерашней аварии, не приостановила полеты. Сообщается, что на 5-6 мая запланированы полеты из Москвы, именно этой марки самолета. Их всего выпущено 186 штук, 50 эксплуатируются аэрофлотом. Сейчас разрабатывается укороченная версия этого самолета, Сухой Суперджет-100, самолета-убийцы, на которые выделяется 85 миллиардов рублей. А укороченная версия, вы сами понимаете, они, наверное, хотят народ убивать между регионами. Чтобы, знаете, вот как в Америке, между штатами летают самолеты, а у нас через Москву все еще надо лететь. Так вот, между регионами, наверное, вот, чтобы убивать людей между регионами. Не так, а вот таким путем. Поэтому я квалифицирую это как... Просто, конечно, квалифицировать это как умышленное или предумышленное, неумышленное убийство невозможно, но я квалифицирую это как преступную халатность. Я говорю, знаете, во времена, если бы это был Королев, который в космос сконструировал ракеты, да, и занимался в том числе и самолетостроением, я думаю, что как минимум министр транспорта должен подать в отставку. Самолеты необходимо немедленно, немедленно прекратить эксплуатацию данной модели самолетов, но их никогда не прекратят эксплуатировать. Знаете почему? Сейчас ведется модернизация этого самолета, еще что-то. То есть это такие, знаете, экспериментальные полеты, но погибли, зато мы знаем, так сказать, где была ошибка. Вся фишка в том, что это, понимаете, сторона фасадов. То есть нужно показать миру, что у нас есть вот такой вот самолетик, от которого все отказались, как от самолета-убийцы, но у нас он летает, и вчера, понимаете, это был очень большой косяк для нашей, так сказать, для стороны фасадов, потому что самолет, вот именно этот, уже дошло до того, это была первая вчера трагедия, когда люди просто заживо сгорели, 41 человек, понимаете. Как после этого можно не приостановить полеты этого самолета, я не понимаю. Почему министр транспорта до сих пор не ушел в отставку, я не понимаю. И вообще после таких трагедий уходит в отставку не только министр транспорта. Я хочу сказать, что, еще раз скажу, немедленно остановите эксплуатацию этих самолетов. Это самолет-убийца. Если вы знаете, что вы полетите, смотрите, что вы полетите в Сухой Суперджет-100, даже не садитесь в него. Теперь я вам вот что еще скажу. У меня, я вам уже говорил, у меня жена, она работала все время бортпроводником Аэрофлота. Так вот она один раз летала на этом самолете в Сухой Суперджет-100. Она говорит, он очень маленький, во-первых, она говорит, он очень маленький. В принципе, она говорит, все сделано как в нормальном самолете. Но постоянно какой-то шум, постоянно что-то бьется, как будто обо что-то. Ощущение, что он какой-то весь вот такой вот маленький, как трамвай. И она говорит, нет ощущения безопасности, что ты летишь и ощущение безопасности полета. Ощущение, что ты вот, она говорит, как в открытом небе находишься. Как будто ты не в самолете, а в небе находишься. Вот знаете, она говорит, постоянно было ощущение отсутствия безопасности. Она говорит, мы все ждали, включая бортпроводников, когда скорее уже этот самолет приземлится. Понимаете, в чем дело? И это говорит бывший бортпроводник Аэрофлот. Как вы считаете, на этом самолете можно летать? Я считаю, что нет. Я считаю, что на этом самолете летать нельзя. Я соболезную всем родственникам, которые потеряли своих родных в этой трагической авиакатастрофе. Могу сказать, что я не знаю, что такое, дай бог, слава богу, авиакатастрофа. Но однажды я летел в Москву и попал в ужасный грозовой фронт. И облака такие, знаете, черное такое все было за иллюминатором. Это был аэробус, по-моему, А-320, что ли. И я помню, что мы не могли сесть ника, и самолет начал зависать. У него так нос начал вверх задираться. Вы знаете, я могу сказать, что то, что я пережил тогда, я не забуду никогда вообще в принципе. Мы все люди тогда вышли и вот так встали около самолета и просто стояли. Потому что люди были в шоке. Они не могли идти дальше. Они не могли зайти в здание аэропорта. Понимаете? Потому что это чудовищно. Это ужасно. Это просто ужасно. Я не хочу, чтобы эта трагедия, она была просто трагедия, о которой поговорили и забыли. Я хочу, чтобы прекратили эксплуатацию этого самолета в Российской Федерации немедленно, прямо сейчас. Пишите, ребята, свои комментарии по этому поводу. Значит, что вы думаете. И всем пока. До встречи.